Здравствуйте, Махтар Кабулыч. Я сегодня вновь обращаюсь к вам с той же просьбой опубликовать мое обращение. Здравствуйте, уважаемые казахстанцы. Сегодня, 8 февраля 2021 года, заканчиваются полномочия всех органов управления Общественного объединения Казахского общества слепых. Это означает, что 9 февраля 2021 года Казахскому обществу слепых нет полномочий кому-либо представлять это общественное объединение. В этой связи Генеральная прокуратура должна дать правовую оценку этому событию. Вынести представление Министерству юстиции, чтобы Министерство юстиции сняло Общественное объединение Казахского общества слепых с реестра юридических лиц. В свою очередь, Министерство юстиции должна поставить об этом в известность Министерство финансов и Национальный банк. Министерство финансов, в свою очередь, должна снять с реестра все организации Казахского общества слепых и само общественное объединение с реестра инвалидных организаций, которые имеют право участвовать в госзакупках. А Национальный банк должен поставить в известность банки второго уровня, которые тоже в свою очередь во всех организациях Казахского общества слепых должны прекратить обслуживание этих организаций. Казахское общество слепых – это некоммерческая организация, поэтому она в первую очередь функционирует, руководствуется в первую очередь Конституцией, законом о некоммерческих организациях, законом об общественных объединениях, и, наконец, уставом общественного объединения Казахского общества слепых. Согласно этому уставу, полномочия органам управления выдаются сроком на 4 года. В неочередной 20-й съезд, который проходил 8 февраля 2017 года, избрал руководящие органы общественного объединения и дал им полномочия до 8 февраля 2021 года. То есть сегодня истекает срок полномочий всех органов. Кроме одного органа, этот съезд не избрал постоянно действующий исполнительный орган, который по уставу является президент. Поэтому даже все эти 4 года общественное объединение работало без постоянно действующего исполнительного органа. А по закону, если нет у юрлица постоянно действующего исполнительного органа, то это юрлицо не является юридическим лицом и не может функционировать. Но, тем не менее, все эти 4 года наши организации незаконно участвовали в госзакупках и освоили миллиарды тенге. И при том освоили все это незаконно, и при том с нарушениями и с присвоениями государственных средств. В этом случае, конечно, с 9 января, вернее, февраля, общественное объединение по закону не имеет права функционировать. Но, тем не менее, существует такое понятие, для кого-то закон не писан. Вот в данном случае закон не писан для общественного объединения казахского общества слепых. И, возможно, и при данном случае это будет продолжаться, и несмотря на то, что у них нет полномочий, общественное объединение будет продолжать функционировать. Я бы сказал, в нашей стране существуют двойные стандарты. Есть официальная конституция республики Казахстан, согласно которому статья первая конституции провозглашает нашу республику социальным, правовым и демократическим государством. Есть для того, чтобы понять, что существует двойной стандарт, надо немножко иметь понятие, что такое право. Я прекрасно знаю, что юристы все знают, что такое право. Но основное население нашей страны не имеет понятия права. И поэтому я бы сейчас хотел разъяснить основу этого права, чтобы понять, что такое двойные стандарты. Что такое право? По этому понятию самое лучшее определение, на мой взгляд, дал Владимир Ильич Ленин. Именно по Ленину право – это возведённое в закон воля господствующего класса. В нашей стране господствующим классом, конечно, является кучка высокопоставленных чиновников, а также кучка олигархов, обслуживающих этих чиновников. Формально по Конституции воля – возведённое в закон от имени народа. А в реальности – это воля именно этого класса чиновников. К этим, кто возводит волю в закон, мы относим и нашего Наурзбаева, которого мы уже причислили к этим олигархам. Вот если вот это, что я немножко объяснил, что такое право, понятно для всех, то в реальности государством нашим руководит кучка чиновников с олигархами. По второму стандарту. И я боюсь, что именно согласно этому второму стандарту определят правовое положение на сегодняшний день Казахского общества слепых. Я бы поэтому хотел бы сказать, если пойдёт именно по такому сценарию, то хотел бы привести некоторые факты, которые происходили в Координационном совете Министерства социальной защиты. Это произошло буквально на днях. На этом Координационном совете наш Наурзбаев наглым образом потребовал от министра социальной защиты, чтобы он принял меры к вице-министру Аукенову, который якобы изложил факты, которые не нравятся Наурзбаеву. В действительности же на прошлой видеоконференции Аукенов говорил о конкретных фактах риска по госзакупкам в этой сфере и приводил конкретные факты. К примеру, он говорил, что поставки, поставщики инвалидных организаций делают с разницей в 10 раз по цене. Ну, конкретно вот взять пример с ноутбуками, которые стоят 65 тысяч, а их реализуют по 650-750 тысяч тенге. А в оптовых ценах эти ноутбуки стоят вообще 45 тысяч тенге. Он также говорил о том, что поставляют вторичные товары. Речь шла о читающих машинах, которые закупались за 30-50 тысяч тенге, а поставлялись за 650-750 тысяч тенге. Также вице-министр Аукенов говорил, когда о рисках коррупционных, то он говорил, что это происходит в течение 10 лет. Но это тоже в действительности, это факт никак нельзя отрицать. Поэтому вот наглое требование Наурзбаева от министра принять меры к вице-министру, и при том министр, новый министр соцзащиты, говорит, да, я с вами полностью согласен. И если говорить о коррупционных рисках, надо на руках иметь судебное решение, вступившую в законную силу. А то, что в 10 раз завышают цены, десятилетиями это делают, вторичные поставки делают и так далее, что эти факты нуждаются в судебных решениях, это же очевидные факты. Поэтому мне лично непонятно, если Наурзбаев, то, что ему не нравится, он вот в таком, в такой наглой форме требует, значит, он за собой чувствует власть. Я бы даже сказал, что на сегодняшний день есть новые слухи. Слухи говорят о следующем, что Наурзбаев сегодня контактит с окружением еще двоих членов семьи. Но если это правда, то тогда получается действительно, Наурзбаев имеет полное право требовать с министра принять меры вице-министру. Вот так у нас применяются двойные стандарты. А если говорить, что происходило на этом координационном совете, я бы сказал следующее. Вот представитель Павлодарской области на этой конференции выступая, сказал следующее. Я поддерживаю полностью Наурзбаева. В нашей области прокуратура проводила проверку и вынесла представление вернуть государству эти 5%, которые забирают за административное содержание этих инвалидных организаций. И говорит, мы эти деньги уже давно потратили, как мы их вернем, и нам становится страшно от таких проверок. В действительности этот представитель испугался другого факта. Прокуратура Павлодарской области обнаружила, что по договору фонда Ерексе Тандау договор был составлен на 236 миллионов тенге. Из них более 35 миллионов тенге этот фонд просто украл. И, конечно же, прокуратура обязывает эти деньги вернуть. А если говорить о 5%, которые надо возвращать от суммы договора в пользу государству, тут надо сказать следующее. К примеру, тот же Ерексе Тандау, а вместе с ним в общественном объединении неонувающих инвалидов есть и другой фонд МЕИРМ. Они заключают по 40 договоров в год. И если Ерексе Тандау 40 договоров взять, к примеру, в среднем 1 договор 200 миллионов тенге, то 40 договоров будет 8 миллиардов тенге, а 5% составит 400 миллионов тенге. Получается, 400 миллионов только получает государственных средств, а 1 Ерексе Тандау точно самое происходит и в фонде МЕИРМ. Получается, эта сумма удваивается в 800 миллионов тенге. А если взять к примеру, что прошлые года брали и 10%, кое-когда и 15% от суммы договора. Получается, если даже 10% брали, то эту сумму 800 миллионов удваиваем, получается, больше полтора миллиарда тенге. денег выходит только по двум корпоративным фондам, но это притом обслуживает эти два фонда всего человек 5. Это разве не воровство? Это разве не факт, господин министр? Скажем теперь еще на том же примере корпоративного фонда Ерексе Тандау. в городе Алматы управление благосостояния города Алматы подало иск на корпоративный фонд Ерексе Тандау на сумму 163 миллиона тенге. Они осуществили поставку ноутбуков и притом по техническим параметрам договор не выдерживает и занижен в два более чем в два раза параметры. То есть договор судом первой инстанции признан незаконным и ущерб естественно Ерексе Тандау государству нанес на 163 миллиона тенге. Но апелляционный суд города Алматы вынес новое решение в котором признал законным поставку этих ноутбуков на сумму 163 миллиона тенге. В этом случае тогда получается виновата в хищении этих ущербе нанесенным государству на 163 миллиона тенге это управление социального благосостояния города Алматы. Тогда в этом случае господин министр надо принять меры к руководству этого управления. Пусть возвращают государству 163 миллиона тенге. Но если говорить как происходило в действительности суд первой инстанции вынес я бы сказал решение обоснованное на железобетонных фактах и мотивировало действительно такими фактами что это решение поломать было невозможно но тем не менее апелляционная инстанция приняла совершенно другое решение. Ну если вы не согласны господин министр с этим решением тогда подайте ходатайство на пересмотр данного решения и я уверен что факты на стороне управления и должен нести ответственность именно фонд Ирик Шетандау и напоследок я хочу еще один пример привести на прошлом координационном совете говорил я о том факте что в Фазларде фонд Сырдарья полностью осуществила поставку ноутбуков на 81 миллион тенге а эти 81 миллион тенге забрало казахской слепых на свои счета а ведь фонд у него совершенно другие задачи оказывать благотворительность материальную помощь помощь на спортивные мероприятия инвалидов на лечение инвалидов да много там разных понятий на что нужно потратить фонду деньги ну полностью забрать все 81 миллион тенге да вообще наурозбаев не имеет права не тинки забирать с этого фонда ну забрали это настоящий беспредел и такую ситуацию не вникнуть в нее новый министр говорит да наурозбаев я с вами полностью согласен вот что происходит в действительности в нашей стране это настоящий беспредел и только по одной причине как мы уже объясняли наурозбаев входит в ту группу олигархов которая диктует свою волю нашему государству я не знаю что предпримет генеральная прокуратура или министерство юстиции ну если будет принят вот второй вариант что придерживаться будут не конституции а волю олигархов и чиновников то действительно нашему государству приходит конец спасибо за внимание и я благодарю вас за то что вы смотрите и слушаете меня спасибо спасибо Продолжение следует...